Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Какие нормы споживания жильево-коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидей установил УРАД, рассломачать эксперт. Пенсионеры могут отримливать скидки в буйных магазинах Беларуси и любой медустанове света, что для этого необходимо, расскажет экономист. И на конце программы – знакомство с ценами на Садовину и Огороднену на рынках Гомеля. А зараз об этих и инших новинах – больше подробязно. У Рад Беларуси установил нормы споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидей. Як вядомо, яны тычатся тольки основного перолику. Нагадаю, наличаться субсиды будут по заявным и выявным принципах. У першем выпадку документы треба приносить самостоянно. У другим, процесс наличения субсиды будет автоматичным. Не глядячи на то, что указ о предоставлении безнаявных жильевых субсидей почауденничать с первого кастричника, пытанием застается шмат не только у насильництва, а и у самих работников жильево-коммунальной господарки. Бу новую введение треба спочатку, як кажуть, проверить на практице. Пакуль же специалисты комментируют черговые докладнения. Что тычется расходу воды, то тут ничего не изменилось. 140 литров на человека в сутки. По техобслугованию так само. Это 20 квадратных метров на каждого зарегистрованного, плюс 10 квадратов на семью. Для пенсионеров и инвалидов субсиды наличаются на всю площадку квартиры. Если у нас по техническому обслуживанию и ранее применялся норматив 20 квадратных метров, то по капитальному ремонту таких нормативов у нас не было. В соответствии с данным постановлением для расчета суммы субсидий будет применяться также и норматив по капитальному ремонту, который также равняется 20 квадратных метров и 10 квадратных метров на семью. А кроме того, заявились нормативы на подогрев воды. Так будет различиваться, сколько их калорий, которые тратятся на это что-то день. Ранее платили по фактычным споживаниям. Также не было норматива у нас на теплоснабжение. На сегодняшний день для расчета субсидий будет применяться норматив на отопление, который будет рассчитываться на один квадратный метр. И при этом в расчет будет браться на одного зарегистрированного также 20 квадратных метров на одного зарегистрированного и 10 квадратных метров на семью. И также обращаю внимание, что на пенсионеров и на неработающих инвалидов данная норма также не распространяется. По электроснабжению также появилась дифференциация. Если мы в основном применялись ранее 150 кВт-час на семью, то на сегодняшний день в соответствии с постановлением там предусматрена градация в зависимости от количества членов семьи. То есть если это один человек, то это 60 кВт-час, там два человека 75 и так далее. Пакуль же нагадаю, что субсидии можно отримать, кали сумма коммунальных платежов, перевышая 20% от сукупного дохода семьи, якая живет в городе, и 15% у сельской мясовости. С документами для отримания допомоги и любыми пытаниями, які отыщатся к этому процессу, можно звертаться у службы субсидирования. На протягу кастричника яны почнуть працавать во всех жильево-коммунальных господарках. Каб не марновать час на сбор документов, одразу пералечу те категории грамадзян, які субсидии отримать не смогут. Сюда относятся уладальники двух и больше кватер, альбо, кали у кватеры зарегистрованная фирма, а так само, кали во властности, окроме кватеры, есть доля альбо покой еще одной. Нельзя отримать субсидию на оплату коммунальных послуг у кватеры, якая сдается у наем. Кали ж гэта высветлится, то отриманную субсидию придется вернуть. При гэтым будзе налична и пеня у померы 0,3% у день, як гэта робится при запазыченности по оплате жильево-коммунальных послуг. Протягиваем выпуск. Пытание о повеличении пенсии будет разгледжено до конца года. Беларусские урады мкнется, как средняя пенсия по взросте складала не меньше к 40% от среднемесячной зарплаты. Дарыш и зараз пенсионеры могут отримливать скидки в буйных магазинах Беларуси и любой медустанове свету. Для гэтых и необходно уступить у клуб Аксамид, який открыл Беларусьбанк. Умовы простые. Треба оформить картку Белкарт Маэстра, на якую пажаданню можно перевести и пенсию. И при разлику в великих крамах Беларуси, при оформлении платных послуг у любой медустанове и не быти леков, пенсионер отримливает скидку у померы от 3 до 5%. Гэтые гроши будут перелечаться на картку наприконцы кожного месяца. Отповедная информация будет поступать в выгляде СМС-поведомлёння. До речи, никаких узносов членам клуба Аксамид платить не треба. Для оформления данной карточки пенсионеру необходимо обратиться в учреждение банка. Там он напишет заявление на изготовление данной карточки. И если пенсионер хочет получать пенсию на данную карточку, там же в учреждении банка он напишет заявление на перечисление пенсии для САБЕСа. Для пенсионера, который желает воспользоваться данной услугой, необходимо паспорт пенсионного удостоверения. У Беларуси работнику перед пенсионного узросту, когда калиды его наступления застается не больше за два годы, гарантовано заключение контракта до момента его досягнения. Умова простая. Сумленная работа и отсутность порушения операционной, выканавшей, вытворшей технологичной дисциплины. Такая норма смешана у постанови Совета Министров. Нагадаю, с первого студеня будущего года у Беларуси починается поэтапное повышение узросту выходу на пенсию. Для мужчин он будет складать 60 годов и 6 месяцев, для женщин 55 годов и 6 месяцев. На протягу 6 годов выход на пенсию досягне 63 годов для мужчин и 58 для женщин. До инших тем. У Беларуси означали День Мати. И работники статистичных органов подлечили, кольки женщин зараз занято уэкономица нашего региона, проанализовали те змянилися посады, яке яны традиционно займают, а так само вызначили процент женщин, яке я маюць высшейшую адукацию. Из общего числа работающих на долю женщин приходится 54%. К самым женским видам экономической деятельности можно отнести здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование, страхование. Здесь работают более 80% женщин. Среди работающих женщин каждая третья женщина занята в образовании и здравоохранении, каждая пятая женщина занята в промышленности, каждая десятая в торговле. По уровню оплаты труда женщины уступают мужчинам. Соотношение номинально начисленной среднемесячной заработной платы женщин по сравнению с заработной платы мужчин составляет в среднем 75%. Мужчины преобладают среди руководителей и среди рабочих профессий. Среди женщин отмечается наиболее высокий образовательный уровень, чем у мужчин. Так каждая вторая женщина, а это 57%, имеет высшее и среднее специальное образование, а у мужчин не более 40%. Зараз традиционное знакомство с ценами на садовину и огороднину на гомельских рынках. Стартовый кошт на бульбу больше низкий на Прутковске, от 30 копеек за килограмм, на центральном – от 40. Морг в центре от 33 копеек, на Волотове – от 40. Бурак на центральном – от 60 копеек, на Прутковске – от 50. Усего по 30 копеек за килограмм можно найти на центральном капусту. Тут же больше танны – хурма, виноград, груши, гранаты, лимоны. Помидоры мают, в прикладно, однольковую цену – от 50 копеек до 1,5 рублев. Огурки в среднем – по 1,5 рубли. Брокколи – по 2,5, яблоки – от 80 копеек до 2 рублев. Цены на эту и иншую садовину и огороднину – у таблицы. На этом у меня все. С вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир «Простый день». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова